здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана goodwin vintage продолжаю искать склад на различных свалках сегодня хочу вместе с вами поискать склад в этом мешочке достался мне буквально за 4 или за 3 доллара здесь за 3 доллара и приблёк он меня именно вот этой вещицы не знаю что это кулон брошь или что-то но если это то что о чем я подумал я буду просто и счастлива и довольна и надеюсь коллекции мои сегодняшние пополнится ну давайте не буду долго растягивать видео начнем к разбору хочется быстрее мне так сказать заполучить и узнать что же в этом пакете но все меньше и меньше пакетов удается нарыть отыскать и в общем то это конечно печально но надеюсь что сегодня нам повезет так ну и первое часто вдовес докладывают вот что-то подобное я даже не буду это разбирать что это браслет такое колье без маркировки шарики на шарики так следующая вещица вот такая и похожее что-то у меня есть сейчас соображу где это у меня находится чтобы кто-нибудь не заподозрил что я показываю одно и то же и пока покажу то что у меня есть такой же сейчас минуточку отключусь и да мои дорогие друзья есть у меня вот такие два браслета и мне кажется что это прям одно и то же вот если их так соединить не различить их можно так три браслета сразу и носить это тонированный натуральный перламутр люблю я подобные вещицы никогда что-то попадается и собирается в комплектах или повторяется что-то тоже приятно но думаю что вот эти вот три браслета можно прям вместе так и носить летом на резинке браслеты комфортные удобные они легкие так что пополнила так сказать да свои коллекцию браслетов так следующая вещица здесь по моему сейчас минутку делу по маркировки я не вижу нет маркировки нет это вот такая жемчужная нитка тоже похожие часто попадаются встречаются и это искусственный жемчуг конечно но это стеклянные бусины здесь вот тоже по моему стеклянные бусины такая красивая гранта такая ниточка так а мы идем дальше следующее что что я не увидела в пакете это вот такая что то вижу что это сова еще что то есть как то вот так давайте сразу сову рассмотрим когда-то 2 доллара стоило хочу посмотреть если тут маркировка сейчас попробую убрать чтобы не поцарапать саму эту подвеску маркировки нет и это не простая сова а ведь как витраж то есть просвечивается витраж по моему пластиковый я не такой любитель и сов но у меня есть сова щас минутку покажу совсем недалеко она вот такая сова у меня есть тоже показывала вам это белая эмаль на металле с цепочкой такой еще одна совушка ну думаю что совиная коллекция тоже как говорится с почин 2 сова у меня появилась больше сов нет у меня такая она классная и и помыть надо и на какую-то цепь обязательно надо ее приспособить интересная вещица в хорошем состоянии только ее почистить мне кажется она еще больше лучше засверкает так что подружка уже есть и здесь же была вот такая что это вещица старенькая попытаюсь открыть через камеру не очень удобно это делать лишь бы не сломать так открылась и это вот такая старая брошь хочется убрать эту сейчас этикеточку кто-то мне писал делайте все за кадром мои дорогие вот сам процесс поиска вот сопряженными на вот с такими моментами если уж что-то там долго вижу длительное время требует сейчас минутку на то чтобы там убирать так 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 пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло хочется убрать но не думаю что уберу под водой размачивать нужно но брошь вот такая старенькая такое крепление у нее и это роза давайте не будем обращать внимание вот на этот хвостик на иголку но это вот такая роза и кстати у меня похожие розы есть сейчас минуточку я в прошлом своем видео показывала розовую коллекцию и мне кажется вот это роза похоже чем-то и сейчас я вот понимаю что здесь возможно внутри что-то не хватает так это вот такой колье показывала в прошлом видео так что это брошь тоже идет в коллекцию с украшениями в розах мне кажется в центре чего-то тут не хватает может быть стоит жемчужину сюда поставить или какой-то кристаллик напишите как вы считаете но мне кажется что здесь что-то было и сейчас этого не хватает возможно был такой же стерженечек как вот в этой технике выполнена видите здесь стерженечек с кристалликом здесь вот по моему да вот этот не было мне кажется здесь тоже что-то в центре было и сейчас увидел я как будто крылья ангела и в центре роза и сердечко ничем такая миленькая брошь которую думаю что приводить в порядок все-таки будет необходимо так а вот это вот брошь которую я возлагаю надежду сейчас вот вижу здесь нет маркировки могу ошибаться на китайки если будет разочарование то ничего страшного за три доллара разочароваться тоже говорю процесс поиска важнее что тут здесь вот такая корзинка тоже когда-то стоила один доллар и это тоже брошь вот конечно не неудобно да когда цепляют этикетку еще и на саму иглу чтобы хотя бы рассмотреть обратную сторону что это сейчас так уберем с мне кажется брошь старая вот обратная сторона с поближе покажу мне кажется нет маркировки а нет мои дорогие есть маркировка вот я увидела вот тут вот эти лк маркировка очень приятная вещица кристаллики аврора бареалис по центру эмали очень красивая нежная тоже корзинок тоже у меня много и вот эта корзинка тоже в коллекцию с корзиночками пойдет ее нужно только почистить эмали такая вся в целости и сохранности здесь вот четыре цветочка не удивляйтесь в американских украшений вообще в американской культуре нет такой традиции там четные нечетное количество цветов это неважно что вполне часто встречаются именно четное количество цветов вот в таких корзиночках так что ничего страшного в этом нет тоже очень приятно кстати маркированным брошечка чудесное вполне себе так здесь что-то прилипло следующий пакетик тоже вижу две броши хочется начать вот с этой интересной брошечки ведь опять закреплено на иглу не буду снимать но часто кстати бывает и маркировка на самой игле здесь вот не вижу маркировки потемневшие хочется убрать и убедиться что тут есть маркировка или нет сейчас минуточку чем частично удалось убрать здесь тоже маркировки нет и это вот такая туфелька чей туфля красивая эмаль эффектом гильёша правильно называю когда эмаль наносится на какую-то брашированную поверхность и такой эффект как будто бы рисунок есть вот камера хорошо передает вот этот рисунок там повод этой зеленой части заметим такая интересная туфлика на каблуке думаю что тоже винтажная кристаллики все на месте что радует здесь такой цветочек ну красивая эмаль уже в копилку необычных вещей пойдет может скоро начну наверное может быть это как начало коллекции обувь может быть это начало обувной коллекции так вот опять 25 то же самое с этим да придется тоже повозиться как она открывается так здесь тоже брошь старая быстро снялось мне кажется что здесь по золото еще именно маркировку на самой игле нет маркировки очень красивая филигрань но сейчас вот я вижу это штампованная филигрань не тот вернее не та техника когда именно тонкая проволочка скручивается и вот как-то такой эффект дает а здесь вот штампованная эмаль и бусина в хорошем состоянии тоже брошечка такая миленькая себе вполне вполне себе приличная брошечка так вот обратная сторона выглядит ну это брошь которая послужила причиной покупки все-таки того что я забрала этот пакет подобрала эта вещица уж очень она мне напоминает Сара Кавентри не знаю если хорошо во всяком случае снялось ой минуточку да и здесь есть маркировка да Сара Кавентри Сара Кав маркировка тут очень довольна что я не ошиблась здесь уже есть такой момент насмотренности уже не глядя можно здесь центральный такой кабошончик яркого цвета но в принципе вот этот кабошон собственно говоря меня и на такую мысль навел что возможно это Сара Кавентри вот это характерное для этой компании сочетание глянцевого и брошированного покрытия в брошах во всех украшениях часто вот этот трюк используется сейчас я покажу вам брошь который ну и достану что у меня там есть под рукой сразу от Сара Кавентри почему я как говорится у меня ассоциация сразу произошла сейчас минуточку отключусь вот это брошь меня как говорится натолкнула на то что возможно это Сара Кавентри здесь вот брошь Сара Кавентри я вам ее тоже показывала с утерей здесь не было вот этого кабошончика вернее вот это ягоды сложно ее было найти отыскать что-то по форме подходящую бусину я нашла сюда определила но посмотрите как по цвету они подходят как они хорошо одного оттенка центральный кабошончик на этой броши и сами ягоды в общем все равно вот стилистика Сара Кавентри она узнаваемая и она разнообразная сейчас достала тоже и покажу вам небольшую коллекцию часть вернее коллекции броши Сары Кавентри которую я имею и часть украшения что-то вам показывала что-то не показывала вот такая брошь с эмалью и в такой интересной технике выполнена брошь это брошь коллекционная их я видела в каталогах или в каталогах как хотите обязательно кто-нибудь поправит как бы не говорила обязательно все равно кто-нибудь поправит здесь тоже есть маркировка так по-быстрому вам покажу какие броши в отличном состоянии тоже чудесная брошь от Сары Кавентри следующая брошь вот такая как вихрь такая она объемная и это тоже Сара Кавентри схватила все подряд что там было да тоже вот такая брошечка ну и шедевром сегодняшнего показа надеюсь интересного хочу полюбоваться вместе с вами вот такой брошью с пекинским стеклом и жемчужинами это тоже брошь я видела в каталогах каталогах как хотите и тоже в продаже но эту брошь я тоже нашла где-то в пакете в общем-то или в каком-то не за те деньги за которые продают эту брошь в интернете и она мне досталась тоже очень дешево тоже Сара Кавентри прекрасная брошь пекинское стекло так что коллекция брошей Сары Кавентри пополняется и часть украшения от этой компании я вам сегодня показала и всем известная любимая те кто увлекается винтажной антикварной бижутерии знает и гоняются за такими вещицами я в том числе тоже гоняюсь и рада когда что-то в руки мне подобное попадает так что напишите пожалуйста свое впечатление вот эту брошь надо почистить конечно буду в порядок приводить вот эту совушку надеюсь что совы попрут так сказать в мои руки и пополнит коллекцию так что вы думаете по сегодняшнему разбору я довольна думаю по моему голосу вы тоже это успели заметить всех люблю целую обнимаю всем мира добра и красоты а с вами была Оксана увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока пока